Какой совет по предыдущему вопросу о ситуации на планете, какой совет миру людям по итогу на текущий год? Сильно, надо сказать, повешенный смерть и маг. Три старших аркана. Такой будет многослойный совет. Совет такой. Первое, что нужно сделать, это выходить из тупика, из роли жертвы повешенной. То есть не надо сдаваться. Есть у этого несколько форм. То есть первое, это когда мы заходим в тупик и сдаемся, ну можно сказать, это состояние уныния. Вот ему ни в коем случае нельзя поддаваться. То есть никакого состояния уныния не должно быть. Как бы совет для нас такой. С другой стороны, у этой карты есть позитивное влияние. Это, то есть сдаться на волю духа, высшую волю. То есть пойти и сдаться на высшую волю. То есть не обреченность должна быть, да, а из этой карты надо извлечь как раз-таки ее высшую форму. А это сдаться на волю Бога. И это есть выход из тупика. То есть не бороться тут, а скорее как бы через смирение внутри себя. Сдаться на волю Бога, принять волю божественную надо. Но это будет достаточно сложно людям сделать, ибо то, что я уже сказала, свыше давило, оно давит. В данном случае рыцарь мечей. Это негативное влияние. Оно давит очень сильно на людей. От этого у людей уныние, депрессия, безвыходность. Люди не понимают, что им делать, куда им идти. То есть они зашли в тупик и не знают, как иначе жить. А им придется обнулиться, пройти через смерть. Им придется обнулиться, и никак иначе они дальше не войдут. Смерть — это как бы завершение цикла и перерождение как птица Феникс в новое начало маг-единица. То есть завершить старый цикл, переродился Феникс и родился в мага. То есть нельзя впадать в уныние, нельзя входить в тупик никакой, а просто сдаться, принять волю Бога. Сверху давит вот этот рыцарь мечей, который говорит, что «Я тут пришел, разжигатель войны». И, в общем, это вообще все негативные эмоции, влияния, которые только могут быть, они давят на людей. То есть это их же страдания, страдания людские. Они давят на них. От этого вот это состояние «все, я пойду повешусь». Уныние, одним словом. И с другой стороны тяжкая ноша давит тоже. То есть вот это все взвалилось, значит, сверху давит негативные эмоции, чувства, опыт. Вот дальше входим в состояние уныния, все, идти дальше некуда. Пойду повешусь, да. И вот это все давит, и это создает тяжкий груз. Вот оно там прогибается, да, и тащит на себе вот это все. Что надо сделать? Надо это сбросить. Не надо думать эти негативные эмоции, не надо входить в уныние. Сбросить этот лишний груз, потому что не наше это. То есть не надо думать негативные мысли, не надо в это втыкаться, входить, да. Не надо впадать в уныние, и не придется тогда тащить вот эту тяжкую ношу. То есть тяжкая ноша состоит из этого негатива как раз-таки. То есть сбросить негатив в любой форме, в любом проявлении. Первый совет. Второй совет, на что стоит обратить внимание и совет. Это карта смерти. То есть это карта неизбежности, во-первых. То есть ее нельзя ни подвинуть, ни убрать, никуда. Она если пришла, значит тому и быть. Карта эта неплохая. В некотором смысле даже она бывает хорошая. То есть в данном случае это как птица Феникс. Это завершение перерождения, завершение этапа опять же. То есть это значит, что пришла смерть той форме жизни, в которой мы пребывали ранее. То есть конец пришел трехмерному восприятию. То есть конец тому восприятию, в котором мы жили. По-старому, со старыми установками в голове, мыслями, чувствами, действиями, жить больше не получится. Получится жить как-то по-новому. Мы пока не знаем как, но маг впереди стоит. Поэтому все старое должно быть сброшено. То есть вот это вот все не надо тащить вперед. А надо позволить всему этому умереть. То бишь сбросить это все с себя. То есть не надо цепляться ни за какие привычные шаблоны восприятия. Что вот мы всю жизнь жили вот так, например, а теперь мы вот так жить не можем, а еще как по-другому жить не знаем. Так вот, чем дольше мы будем пытаться жить так, как мы жили раньше, не получится. Чем будем больше пытаться, тем будем больше вот это прошлое тащить. То есть надо все отпустить. То есть не цепляться ни за что, как мы жили раньше, а пытаться как-то прочувствовать, как будет потом скорее. То есть открыться всему новому. Неважно, что это, как, о чем мы не знаем. А открываться всему новому, всем новым переменам, а прошлое все отпускать. Тогда это даст вот это лучшее перерождение. То есть бороться, пытаться с собой тащить вот этот вот чемодан из прошлого, который уже ты в будущее не внесешь. Ты не можешь с собой через смерть пронести что-то, утащить в другую жизнь. Так и тут. Поэтому надо все оставить. То есть все должно сгореть вот в этом фениксе. То есть прошлое должно полностью обнулиться, сгореть и родиться заново. Новый феникс возрождается на пепле, из пепла. Возрождается в новый этап жизни. То есть это перерождение. То есть полностью оставить все привычные, любую форму привычного восприятия мира. Все. Не цепляться ни за что, как жили раньше. А просто прислушиваться, как будет теперь. Вот. Что еще тут? Это судьба. То есть, опять же, с судьбой не поспоришь. То есть, что здесь нужно делать? Тут есть день, есть пища, как говорится. То есть, ткется паутина судьбы. И в этой паутине судьбы есть какие-то звездочки, позитивные события. Вот. Соответственно, просто шагать, делать свои дела, которые есть у нас на день грядущий. И, собственно, идти по этой своей судьбе трудиться. Это такая вот трудолюбивая карта, карта мастерства. То есть, оттачивать свое мастерство в том, что мы имеем на текущий день. Вот. И король мечей снизу, это, значит, ну, можно сказать, с умом подходить ко всему этому вопросу, подразмыслить, как-то понять вот этот вот апгрейд, да. То есть, это как вот на компьютере, да, было много всего, да. Тут раз все накрылось, и тебе по новой Windows устанавливать, да, надо. Вот. Поэтому надо подумать, как бы, и вот этот вот апгрейд принять. Все. Прошлых программ нет больше, есть какие-то новые. И вот надо с умом как бы к этому подходить. Вот. Значит, устанавливать вот это новое программное обеспечение, можно сказать. И дальше открывается новый этап нам прекрасный. То есть, ближе ко второй половине года, скорее всего. Ну, можно сказать, первый этап мы уже прошли. Вот. Сейчас вот это вот этап апгрейда умирания старого и рождение нового происходит. Он начался. Я думаю, что пару месяцев вот этот вот апгрейд будет идти, и потом... Карта мага. Что это значит? Значит, феникс переродился и родился заново, что тоже очень хорошо. То есть, это весь, все старшие арканы. То есть, это путь неизбежного движения. То есть, это свыше нам дано. И мы не можем это как-то никак обойти. Вот. Поэтому маг родился. Что это значит? Это значит, что у нас уже все есть. Все, что нам дано, у нас уже есть. И мы теперь учимся по-новому этим управлять, в этом жить. Как бы, можно сказать, новая стадия рождения у нас уже на новом уровне. То есть, если был, допустим, там просто человек, да, то тут уже человек многомерный. То есть, тут уже человек с некими внутренними знаниями и умениями. И мы начинаем новый этап. А это значит, некое новое учение для нас будет, да. То есть, мы будем заново познавать, как с тем, что у нас уже от нас заложено, по-новому это как бы будет открываться, да. То есть, наша многомерная форма, она будет раскрываться. То есть, мы больше, чем просто тело, да. И тут мы уже, можно сказать, вспомнили, да, кто мы есть и раскрываемся в этом. Значит, в остальном тоже плюс. Это, опять же, это дает объединение. То есть, дружественная форма. Общение приветствуется. То есть, общаться с людьми по душам. Больше теплых встреч, обмена опытом, дружественных компаний и приятных времяпрепровождений. Это время объединения людей в этом новом опыте. То есть, любое объединение приветствуется, и не просто объединение, а объединение по интересам, по душам. Это когда люди собираются именно по душам. То есть, это, возможно, какие-то группы будут образовываться, ну, типа как клуб по интересам, например. То есть, люди могут образовываться в некие группы клуба по интересам. То есть, кто с чем резонирует, тот с темы будут в некие группы собираться, и они в этих группах могут как-то развиваться дальше. То есть, это будет людям помогать. Кстати, это уже не первое вот это вот. У меня уже в каком-то послании было тоже рассказано про это. Не так давно, как послание, которое получала. И снизу тоже прекрасно всё. То есть, девятка контакли говорит о том, что это тоже судьбоносные всякие влияния, значения. Это приобретение. То есть, человечество в этом всём приобретает. Приобретает то, что вплетено в саму судьбу. То, что является как бы бесконечной формой развития. Вот тут вот эта вот спираль развития вплетена в это всё. И звезда вплетена вот в эту цепочку развития, как бы эволюции человечества. Поэтому это судьба. Судьба открывает новые грани. Эти грани позитивные. Это можно сказать, опять же, как судьбоносная вот эта вот путеводная звезда. Она нас ведёт в счастливое будущее. И это приобретение для человечества. То есть, это открывает различные судьбоносные встречи. Я бы сказала так. Вот мне не так давно тоже идёт эта вот информация. Это как объединение с родственными душами будет. То есть, люди начнут друг друга узнавать, вспоминать, объединяться как-то, расширяться. Вот такое вот глобальное расширение будет. Но это очень позитивно. И всё на этом. Вот. Такой совет. Такой результат. Продолжение следует...